Приветствую, друзья! У нас в среду в 20 часов бесплатный ликбез по проблеме отвыкания от зависимости от разных тортиков, которыми заедают стресс, от наркомании, от тигарет, ну в общем от много чего, от вредных привычек и так далее. Не забудьте, пожалуйста, это первое. Второе, поскольку YouTube могут в какой-то момент закрыть, выгрузить, загрузить или что-то там с ним делать, прошу одновременно подписываться и на канал Telegram. Ссылка там в описании под видео. Затем, значит, нужно будет ещё вспомнить мои слова о том, что все приёмы по методу саморегуляции ключ – это осознанные действия наших бессознательных процессов. Процессов и действий, которые мы спонтанно осуществляем в момент принятия решений волнующих для нас вопросов. Это очень важная позиция, чтобы вы, пожалуйста, вспомнили. Потому что мне иногда пишут, это же есть в йоге, это есть там-там, это есть там в джо, джо, ну короче, в разных упражнениях. В упражнениях, ещё раз, там нету осознанного использования бессознательных механизмов, которые человек инстинктивно делает, когда решает волнующие для себя вопросы. Там не описано комплекс, например, характерных ощущений, которые при этом могут возникать. Вот, например, когда я показываю какой-то новый приём, или наши участники школы человека Homo Futurus показывают какой-то приём, обязательно мы говорим, что при этом могут возникать и слёзы, и тогда надо плакать. При этом могут возникать и смех, тогда надо смеяться. При этом может возникать зевота, тогда надо зевать. При этом может возникать там желание потянуться, тогда надо потянуться. при этом могут возникать какие-то спонтанные действия, надо осуществить этого характерного комплекса, который даёт выход накопившимся эмоциям у человека, ни в йоге, ни в жгонке, ни в каких других, ни в цигуне, не написано и не сказано. Это очень важно, потому что именно в этом суть разумного применения неосознанных действий, которые нам помогают инстинктивно выходить из-за подних стресса. Это первое, что я хотел сказать. Второе, я сейчас буду говорить об одном приёме, который обещан для вас. И вы, друзья, мне намекали и просили, ну давайте быстрее, давайте быстрее. Но я сейчас буду говорить о том, что это завтра на бесплатном ликбезе будет полномасштабно, потому что ликбез будет уникальный. Да, ну сейчас нужно подготовиться к нему, поэтому, пожалуйста, посмотрите до конца, о чём я сейчас буду говорить. Да, кто сейчас в остром стрессе и кто не имеет возможности досмотреть, кому покажется, что это очень долго, я рассказываю, давайте сразу приём. Но, да, поймите, что если вы не поймёте, о чём я говорю сейчас, вы не сможете этот приём потом применять в течение жизни именно в острых ситуациях, до чего он и предназначен. А теперь я вам хочу сказать, что я хочу, конечно, чтобы этот уникальный контент сохранился веками. Потому что вот у меня в книжке моей «От комнаты страха твоего мозга» «Заставь стресс работать на тебя» – это предыдущая книжка. А после неё была уже и последняя, которая вышла «Белые стороны, чёрные дыры страха». Но не последняя в прямом смысле, а в ряду этих книг последняя. Вот теперь смотрите, в этой книжке, кроме приёмов, которые создавались на основе метода ключ по принципам ключа и участники всей нашей школы, это очень важно вам сказать. Здесь, ой, подождите, здесь наши логотипы, вот звёзды над нами, космос внутри нас, летающий человечек, который парит в этом состоянии нирваны, полёта, дзентом и так далее. Вот в этой книжке у меня, кроме приёмов, есть ещё мой правнук, Максимка. Вот мы с ним сидим, а сейчас ему уже 4 года. И мне Гретка, моя внучка, его показывала, и я говорю, Гретуля, а это сейчас имеет значение к упражнению, которое я сейчас буду говорить. Я говорю, Гретуля, слушай, я на тебя смотрю, иногда и поражаюсь, какие у тебя глубокие глаза, просто необыкновенные, за которыми Вселенная. Я говорю, слушай, я говорю, когда был помоложе, Саша Бодораский, мой друг, художник, я там задумался, а он что-то быстро раз меня взял и нарисовал карандашиком. Я потом хранил-хранил долго эту страницу, и всё смотрел, и никак не мог понять. Там действительно была у него, как-то он схватил вот момент моей глубочайшей задумчивости. И вот я смотрел на этот листочек бумаги, карандашом написанный свой портрет, глубочайшая задумчивость. Вот это вот имеет значение, о чём я сейчас буду говорить. Так вот, послушайте теперь внимательно. У нас есть градусник напряжения, когда у нас пик стресса. Это у нас шкала стресса, это у нас 10, допустим, это пик напряжения, когда мы в смятении. Запомните, это что? Запомните. Но это я говорю для тех, кто новичок, которые не в курсе, что у нас есть градусник напряжения, как шкала стресса, чтобы измерять своё состояние в тот или иной момент, там у нас роликов есть, посмотрите на YouTube-канале. Вот я специально руку освобождаю, чтобы виртуально показать. Вот 10 – это смятение, это шторм, а здесь 0 – это штиль, и здесь 10 делений. Ну, это может быть вот так нарисовано, это может быть по-другому, представляю? Это виртуальная шкала стресса, градусник напряжения. Так вот, если 10 – это шторм, это смятение, значит, чтобы перейти на 0, за 5 секунд обещанных, то есть я же говорил, упражнение будет, как выйти из стресса за 5 секунд. Так вот, я сейчас веду подготовку вас к тому, чтобы вы поняли, на чём это основано, потому что вот будет ликбез в среду в 20 часов, бесплатные, входите все туда, потому что там во время трансляции на YouTube-канале у меня будет сброшена ссылка на Zoom, и вы можете задавать любые волнующие вас вопросы, и я буду давать развернутый ответ. Так вот, чтобы быстро выйти из пика напряжения, выйти на безмятежность, на 0. А это очень важно для того, чтобы, когда мы научаемся пользоваться нулём, мы можем там переходить на любые другие решения, задач, там перебрасывать энергию стресса на решение ранее невозможного, на достижение своих мечтаний и так далее. Сейчас не будем на этом зацепиваться. Так вот, послушайте. Смятение, шторм, пик напряжения. Приём основан, повторю ещё раз, все приёмы метода ключ основаны на осознанном использовании бессознательных механизмов, помогающих нам, неосознанно помогающих нам при решении волнующих нас вопросов. Так вот, в шторме, когда мы волнуемся, мы находимся в смятении мыслей нашей, а это упражнение для глаз, мысли наши в этот момент, в смятении и глаза наши, наше внимание, какое оно в поиске ответа. Видели, что у меня произошло? Хаотичное. Запомните, упражнение можно условно назвать, мы потом вместе его назовём более правильно, более точно, обсудим, пишите комменты. Так вот, это упражнение 5-секундное, которое снимает высочайший стресс за 5 секунд. Это разумное, то есть осознанное моделирование тех действий, которые мы совершаем бессознательно. Это я повторяю несколько раз, чтобы вы осознали, о чём я говорю. Значит, когда мы находимся на пике стресса, наши глаза бегают в поиске решения, и они бегают хаотично. Поэтому, если мы смоделируем несколько раз, сделаем это действие хаотичное, то после этого у нас возникает навык, и мы можем потом управлять своим состоянием в условиях стресса, уже без этих действий. То есть у нас будет навык, захотел и успокоился. Вот пик стресса, а ты захотел и успокоился. Там не только за 5 секунд, там за секунды. Так вот, послушайте ещё раз. Сначала вы это делаете с зеркалом. Берёте зеркало, становитесь перед зеркалом, воображаете себе, что вы находитесь в состоянии смятения, и наблюдаете за глазами, как вы это делаете. Да. Потом вы переходите на стадию безмятежности, а на контрасте, когда вы были на пике напряжения и на безмятежность переходите резко, быстро, а у вас возникает включение эндорфеинов вместо адреналина, и у вас появляется нирваническое состояние, у вас появляется улыбка. Это у всех так происходит, когда они правильно это всё делают. Так вот, вы поэтому вначале пару секунд воображаете перед зеркалом, как вы мелькаете глазами туда-сюда, хаотично, а именно хаотично. Это звезда хаотичности. Это же додуматься надо ещё, чтобы хаотично делать. То сюда, то туда, то сюда, то сюда. Вот это же напряжение создаёт. Это пик напряжения. Вы воображение развиваете одновременно. А потом сразу на безмятежность и воображаете, что ваши глаза искрятся улыбкой. Да, искрятся улыбкой. Вот у меня, смотрите, сейчас они искрятся улыбкой. Вот внимательно смотрите. Вот я улыбаюсь вам глазами. Это, кстати говоря, наша Надежда Бабаилова однажды подсказала. Искритесь глазами. Да, молодец. Она участник нашей школы, человек, бывший хомофатурас. Улыбайтесь глазами, она сказала. Так вот, в первой части пару секунд вы бегаете, потому что вы на пике напряжения, в смятении мысли. Во второй части этих несколько секунд улыбаетесь глазами. И ещё раз повторю, обязательно помните, при этом, может быть, слёзы пойдут. Это прорыв из накопившихся напряжений. При этом, может быть, не слёзы пойдут, а зевота пойдут. При этом, может быть, не зевота пойдёт, а спонтанные какие-то движения. При этом, может быть, ещё что-то пойдёт. Захочется, может, песню петь. При этом, может быть, стонать захочется, рычать, орать. Ну, мало ли, что там, спонтанный бокс, тенью. Ну, короче говоря, много там чего может происходить. Вот то, что я описываю, ни в каких других приёмах мира нету. Вот этот вот момент, сопровождающий вот эти переходные действия от шторма, безмятежности. А потом, обязательно, пожалуйста, сделайте это несколько раз без зеркала, и потом вы увидите, что вы можете легко управлять своим состоянием в любых ситуациях. Попадаете в стресс, и как-то вы чувствуете, как нужно, чего нужно сделать. Или собраться, или расслабиться, или там вздохнуть, или вщёкнуть пальцы, вы будете инстинктивно понимать и чувствовать, что надо делать в вашем стрессе. Это очень здорово. После того, как вы первый раз несколько раз это сделаете, потом сядете и сделаете стадию после действия, чего тоже нету, ни в йоге, ни в циклоне, ни в медитане, нигде нет. Что после упражнения, первые дни, надо делать стадию после действия. Сели, пустили мысли на самотёк, отпустили своё тело и пустили мысли, и думаете, о чём думается, захочется вам спать, надо спать, ложиться, а не дрова колоть. Захочется дрова колоть, идите дрова колить. Пять минут посидеть. Итак, таким образом, я вас сейчас готовлю к тому моменту, что через несколько дней после нашего ликбеза вы тоже сможете, кто пока не может, быть не в страхах находиться, и не в паниках, и не в зависимостях, а вы будете свободнее, о чём хотите подумать, в состоянии глубочайшей задумчивости. Как это прекрасно! И найдётся художник, который вас тоже так же нарисует, и вы будете помнить это много лет, потому что вы и через 10 лет, и через 20 лет, если вы научитесь выходить из острого стресса, через звезду хаоса, на безмятежность, если вы обретёте это в глубине своего сердца, души, навык такой, лучше управлять своим состоянием, чем это делали. Раньше вы сможете достигать реализации своей мечты. Ну, это я вот специально, и учитывая то, что это запомнится не только на Ютубе, а Ютуб-канал, если уберут, то по крайней мере на Телеграме. Да, поэтому записывайтесь и на Телеграм, да, там будут ещё уникальные вещи такие, да, и здесь оставайтесь тоже. Таким образом. Гретке привет, Максимке привет, и всем нашим друзьям, и всем нашим участникам, участникам Школы Человек Будущего Homo Futurus. До завтра.